Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, сейчас будет проведен трюк года Ну что, друзья, сейчас будет показан трюк года Я преодолею расстояние где-то метров 15 между забором и шатром ный секунд за 7, за 15, секунд за 7, секунд за 15 Ну что, готов? Успевай меня там ловить Поехали! Эй, эй! Ну, сколько тебя можно ждать? Сколько? Я уже всё сделал, успел. Да или нет? Три-четыре? Да! Так повернитесь прямо сейчас. Посмотрите в её глаза. Посмотрите так на неё. Потеребонькайте у неё в волосах так. Да. И поцелуйте её. Все вместе. Причём к плечу. Ягодичка к ягодичке. Поковка к поковке. Мазик-кур-мазик, что я несу. Повторяй за мной. Поехали, музыка. Богомол уходит от удара. Богомол поднимается и бежит к ручью. Богомол своими маленькими лавками черпает воду из ручья и пьёт! Пьёт воду! Богомол поднимается и делает удар джигурды! А это был Витька! У нас с Витей одинаковые телефоны. Как тебе невеста? Ну нормально, классно ребят. Я с ними уже знаком. Как тебе Антон сегодня? Что ты так делаешь, как я? В смысле, жарко? Мне жарко, потому что я не могу. Давай сними меня, я так же сделаю. Чё, как тебе Витя? Хороший парень, большой стал и скачался. Игорь и Антон. Я опять посмотрел. В камеру? Нет, пять. Пять выпусков. Пять выпусков? Давай пять. Красава вообще. Друзья, а я сколько? Я вообще не смотрю эту. Портишь мою. А я прогноз смотрю. День, вечер, всё солнечно. Витя, где твой телефон? Ты сьё, что ли, Ром? У тебя Ром, у тебя есть Ром? Нет. Вон, четыре остановки. Смотри, Ром. Ты обои решил дома поменять? Да, ремонт у невесты просто проходит. Пока ждём, а? Решили коридор переклеить. Коридор? Коридор в лотаре. Ну вообще, как у тебя получается? Процесс-то весь вроде сложный выглядит. Ну я его учусь только пока. Ну не с первого раза, да? Прошло уже просто 30 минут, как мы здесь, и ещё ничего не наклеили. И вторая. О, всё, мы всё сделали. Да. Так же надо фокус показать. Девято июля. Девято июля. Девято июля. Девято июля сегодня? А, мы продолжаем восьмой влог. Мы продолжаем снимать свадьбу. И... Угадайте. Подожди, громко всё исключу. Звуки канализации вместо моря. Я истину, у меня нормально всё было. Да? Нет, не смотри. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Витя, что происходит? Не, а то отец, в сёфу здесь. А я круглый сел. Будешь? Спасибо. Ну давай пхотя немножко. Потряси. Слышь. Раша, а ты когда снимаешь, надо в камеру смотреть? При влоге-то? Ну как хочешь, так и делаю вообще, это влог. Сегодня самый рыженький влог. Смотри, какая нормальная фотка. Не знаю, там в расфокусе было. Да, давай, чтобы не в расфокусе. Вот так. Ну-ка потряси, чем есть. Лицом вот так. Не буду лицом трясти. Нет, ничего. Высушил полотенышки. Куда смотреть нужно? В камеру или нет? Да, в камерку. Да, я уже разобрал. Ты же со зрителем общаешься? Я разрушил. Объяви начало выкупа. Давай, быстро. Сейчас мы начинаем выкуп. Снимаем. Давай, делаем, делаем. Вот смотри, ты фоткаешь постоянно там ведущих и всех остальных. Это хороший вопрос. Куда ты потом эти фотки деваешь? Знаешь где? Я знаю. Витя знает. У меня лежит папка на рабочей столе, называется «Наша свадьба». Там около 700 фотографий. Всех ведущих, операторов, фотографов. Говори быстрее, флешка заканчивается. Два года уже, два года там лежат такие фотки. В JPEG, причем я могу их отослать сразу всем. Но не могу, потому что как-то лень. Кто мы? Мачо! Мужики! Кто мы? Мачо! Мужики мы! Кто мы? Мужики мы! Чего мы хотим? Мужики! Пойдем, поработаем, пойдем. Только молодожены не поднимают руку. Они, видимо, выходили в этот момент куда-то. Я не съел моё горячее. Он скажет, да не, мне все хорошо, угощайся. Он сейчас ищет. Оу! Мужики! 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 Куда у тебя такие вот такие вот порои сейчас? Блин, заходят они чёрные ещё. В смысле, как я открою, вот. Жалкие. А там с большим медитацией, нам нужны ручку не ответь? Забирим. Повернуть и нет. Всем салют. Влог продолжается. Сейчас мы находимся, как вы могли заметить, в Чулау Дримс. И за кадром Гоша. И сейчас специально для вас, для всех он проведет чайную церемонию чтобы вы все могли увидеть как это все происходит в действительности и могли приходить сюда пить чай с этими замечательными людьми которые не только угостят вас настоящим вкусным чаем но и также дадут вам знания как это вообще все делается как все это происходит ну и за скачивайте в чайную точку не забывайте будем пить гонсика и чай любого это черный чай очень редкий на росте россии это чемпион называется коробка для знакомых с чаем сначала прогревается посуда витком чайник чакай пиалки после этого промывается сам чай первую заварковую чай они пьют и еще раз прогревают посуду поливают ягурок поливают в чайник чтобы он воспитывался черный чай традиционно традиционно общественно заваривать кипятком 95-100 градусов чтобы полностью раскрылся чай ну и лучше в глиняной посуде в чем ну между глиной и стеклом разница что лучше 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 или хуже ну например пуэра надо если заваривать и хай чай в глиняной посуде желательно чтобы он по максимуму раскрылся чтобы можно было залить там кипятком и чай быстро не вставал быстро вода не вставал разваривается чай вот поэтому глина больше всего сохраняет температуру за счет пористости стекло соответственно будет слишком быстро оставать ну и рукам будет не так комфортно заваривать то есть еще руки не привыкли у тебя к глиняной стеклянной посуде горячим то можно отругаться сначала очень сильно есть же чай который нельзя прям 100 градусов белые зеленые большая часть белые как бы и кипятком часто заваривают чтобы полностью раскрыть а так на зеленый 100% что нужно заваривать водой 85 градусов значит он просто начинает горчить также белый чай намного тоньше может раскрыться иногда в холодной вот и в остывшей воде чем в кипятке хай чай в китае вообще как лекарственный чай часто используются для желудочного и кищевого тракта для всего этих моментов все такая церемония окончена собственно в конце она перевернут пиалку обязательно когда запил чай или когда не хочется наливали или когда я пошел обязательно выпить последнюю чашку когда она налито не уходите иначе хозяин будет очень огорчен вами скорее всего больше вас не позовет на чай все церемония окончена приходите пейте чай пейте чай у нас дома везде пейте правильный чай да и правильный самый главный чай все спасибо колташов антон снова в эфире ты где что ты там пальцы-то показываешь а так страшно да да что я кто у тебя в машине сзади сидит майк ну что сказать мы приехали на водопад никурганский водопад давай хорошо сейчас как раз будет пойдем на самом деле мы находимся на предсвадебной съемке лада и на самом деле мы находимся на 30 на предсвадебной съемки влада и даши свадьба через месяц и мы готовим кучу прикольных сюрпризов для всех их гостей кто хочет свадебную съемку обращайтесь профессионалом вот к этому рыженькому профессионал антошка колпашов и витька ходит все снимает снимается так что у нас сейчас влог от ну как если я иду снимаю это влог от первого лица да а это 3 от 3 лица влог я поехал варгаши на велике кататься а подожди подожди давай клубничка моя да хватит и ты так это ножки подгибаешь ручку так и все так скромно вообще сидишь я спаю я спаю я спаю смотрите что бы вы пожелали сами себе вот на тот свадебный день 13 августа еще раз повтори что бы вы пожелали сами себе на день вашей свадьбы я бы наверное себе пожелала не разреветься самые ответственные моменты потому что я достаточно такой сентиментальный человек я боюсь то что если я разревусь я разревется мама там будет с актером либо страшно ему на выбор получается либо страшно либо такое light 99 я сто насчитал а подожди наоборот ты сто насчитал я 99 сказал а нет да я сто насчитал без головного это получается убора 101 ну вот в принципе смотрите фотки нормально получается ну это романтика неожиданная мне кажется там в принципе все такие а что наоборот по другому сегодня суббота мы находимся с вами на свадьбе двух замечательных людей и в данный момент мы приехали на одну из автомоек нашего города и мы сюда приехали не помыть машину не почистить коврики люба я не знаю что делать как успехи хорошо пытаемся стирать платье спасибо вам большое мы в квестах мы играем в квест тренируем мозги и снимаем крутую прогулку придумывайте придумывайте крутые необычные штуки а мы должны выйти отсюда свадьба удалась да мы победили мы взяли кубок и а и 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 Ко мне кто-то залез, прям в рубашку я чувствую. Давайте, поехали. Раз, два, три. Простите. Давай еще раз, ручкой покажи. И сейчас эту ручку на плечо сразу клади, не себе. Не, положи себе. Потому что ты можешь ее непроизвольно жевать. Плюнь вот так вот. Понятно. Слышишь? Вот шкафчик справа уезжает туда прям. Да ну как? Ну давай. Да ну нет. Да давай. Да ну я не знаю. Да давай. Ну давай. Просто. В смысле, выплюнь на пол просто. Нет, не в Антона, просто выплюнь на жевать. Ну давай. Дай торжение. Мне. Даша, глянь на меня. Крутяк вообще, Антоха. Переход сделал мне к монтажу. Отлично смотрим. Раз, два, три. Еще разок. Так. Главное поближе лицами, чтобы у вас такая была интимная близость. Легитимная же, да? Легитимная. Ну вы, одноклассников позвали? Нет, только в одноклассниках фамилию меняли. Ты тоже поменял, что ли? Я, да. На зимовед. Белесей везет. Меня мы, ребят, меня мы сюда. Вы так обойдите, не мои жвачки, да? Нет, мы ее обходим. Мы на даче сейчас нахуй. А? На даче. На даче? Да. Всем привет, друзья. Рад приветствовать вас на своей усадьбе. В эфире все еще продолжение восьмого влога, который растянулся у нас на целое лето. Мы находимся на свадьбе двух замечательных людей, Насте и Андрея. Кстати, вот они. Два, три. За камерой сейчас еще один прекрасный человек, потому что, как вы могли заметить, этот влог меня постоянно кто-то снимает. Сам себя я не бегаю. Так, что еще хотел сказать? А, про завершение влогов. Можешь рассказать про твой новый стиль? Про какой? Про панаму? Да, я скажу. Ты знаешь, есть такая фирма Кенгол. Очень удобно, в голове свежо. Вот это тот самый парень, который меня снимал. Кто же это? Кто же он? Ну что, вы еще не догадались, что это может быть? Ну же, ну же. Я чуть паук не съел. Где? Да, вон там. Что делать сейчас будете? Знаю, спить, гулять, наверное. Я с него обувь. Было бы неплохо поесть. А все, кто смотрит мои влоги, всем привет, всем большое спасибо. И, скорее всего, этот влог будет заключительный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!